Парни, всем привет! Сегодня у нас появился информационный повод создать новую серию дневника Mazda 6 51 тысяча пробега на машине 18 месяцев владения. Таким образом, уже, понимаете, весы переваливают в следующую сторону что по гарантии по пробегу и по сроку владения я уже перехожу на одну вторую вперед Сегодня я вам хочу рассказать просто такие детали про автомобиль и начнем мы с тормозных колодок Смотрите, хочу еще раз напомнить, что я машину никак не пытаюсь защищать потому что не я ее делал, не моя, это вот компания Mazda и, соответственно, если что-то здесь начнет сыпаться, я вам первым про это расскажу Ситуация следующая. Частенько говорили о том, что на Mazda очень херовые колодки Вот с этим соглашусь, потому что по отзывам людей, получается так, что на дорестайлинговой модели действительно многие люди меняли тормозные колодки передние уже на 7 тысячах, на 10 тысячах пробега и так далее В моем же случае я поменял тормозные колодки на 49 тысячах пробега, то есть вообще на 50 тысячах Смотрите, что здесь из этого получилось Идем ближе Уже все подготовлено Значит, это родные колодки тормозные Вот это вот внешне, а это внутреннее Значит, вот здесь примерно там состояние колодок, да? Вот на внешне бы хватило бы еще проехать примерно 8 тысяч пробега сделать А на внутренней, ну человек, который менял, говорил, примерно еще 3 тысячи, ему можно было бы натянуть Вот этот комуток железный, он уже пищать начал, просто я поменял колодки только из-за того, что уже просто писк надоел По большому счету можно было бы еще ездить, хотя мне, когда я делал ТО на машине, на 44 тысячах предложили их поменять Соответственно, все, колодки, ну вот, смотри, как ты будешь ездить Тогда был износ 70%, я их заменил, по сути, на износе 85%, то есть 15% еще оставалось Это, ну, 5 тысяч, запросто, ну просто-запросто можно было бы поездить Опять же, тема глубокая, потому что некоторые носятся по какому принципу? Газ в пол, тормоз, машина едет, он все равно газует, ну, у всех по-разному Я езжу, в принципе, аккуратно, поэтому не стал заморачиваться Купил себе такие же оригинальные тормозные колодки за 5800 рублей Замена мне их обошлась 500 рублей, то есть 20 минут работать, человек ушло на это Соответственно, все, официалы просили с меня за 12 тысяч с учетом скидки около 11 тысяч рублей Значит, замену колодок я производил у человека, который работал в Мазде, в официальном дилере, 10 лет То есть сейчас он уволился оттуда и ушел там в другую компанию работать, но тоже так же к официальному дилеру Соответственно, машину он знает очень хорошо Когда мы загнали к нему ее на подъемник, я, естественно, попросил, чтобы он сразу сам подошелся Своим взглядом посмотрел, оценил ходовую часть Вывод был простой, потому что машина находится сейчас в идеальном состоянии, но на самом деле То есть по ходовой никаких претензий у меня нет И, соответственно, человек вообще независимый, получается, эксперт Это вам не сотрудник из дилерского центра То есть все, вот он в своем доме там, как обычно, подъемничек, гаражик, он занимается этими делами Все посмотрел, машина в хорошем состоянии, да и я и сам в целом, как бы, пока что ни на что не жалуюсь Из единственных нареканий, когда едем, дождь, дождливая погода, просто сырая погода Проезжаем лежачий полицейский, наверняка вы тоже с этой проблемой сталкивались Либо вы о ней слышали В передней части, вот, приезжаешь лежачий полицейский То есть такой скрип происходит в машину Насколько я сейчас знаю, то, что если приехать к официалам и грамотно описать эту проблему То, соответственно, вам меняет ее по гарань Там какие-то просто резиночки изнашиваются И, соответственно, их уже даже на новую машину, а не скрип идет Когда я машину только купил, такая проблема действительно была Проезжаешь лежачий полицейский, именно, знаете, вот не такой, который по ГОСТу сделал А просто вот эти пластиковые Вот там прям отчетливый звук был, слышно, особенно в дождливую погоду Сейчас же я его, в принципе, вообще не слышу Да его вообще нет Вот, на днях были дожди, ездил, ну, такой проблемы нет Сама собой ушла То есть машина излечилась чудом Но это ладно, шутка шуткой Если вы эту проблему испытываете, не вопрос, едите к официалам Описывайте ее, должны менять по гарантии По автомобилю в целом, по кузову Я вам сейчас просто кратко в процессе разговора покажу И различного рода косяки То есть где что, какие царапинки есть Но по большому счету все то же самое, как и было Остался покус, прокусанный бампер вот здесь Все, что было, то и осталось Ну и, соответственно, местами есть нелегкие такие царапки От шлагбауна, ну, в общем, нового пока что ничего не произошло с автомобилем То есть все в нормальном состоянии Диски я менял себе по гарантии, как вы помните Тоже диски все в отличном состоянии Никаких претензий к дискам нет Сейчас они не облазят, не сыпятся, ничего То есть внешний автомобиль в таком же, можно сказать, состоянии Как и был там на предпоследнем выпуске про Мазду 6 Какие появились легкие вот такие первые косячки внутри салона? Значит, первое Как вы знаете, менял я лобовое стекло себе Это стоит там аналог китайский Внешне его не отличить, конечно, от оригинала Ну, конечно, эксперты, которые разбираются Они могут по оттенку заметить Искажений каких нет, но Человек один раз писал в комментариях То, что датчик дождя с таким стеклом будет работать херово Мол, и оригинальный-то Ну, с оригинальным стеклом там есть косяки с работой Но на самом деле, как бы он оказался прав Действительно, когда я еду в дождливую погоду Например, по трассе Включать датчик дождя Когда ты проезжаешь, например, в фуру или автобус От него летит такая вот водная пыль Обычно дворники начинают работать быстрее В моем же случае они работают в одном и том же режиме То есть чувствительность у него упала значительно И когда я такие вот обгоны совершаю Вызывая дискомфорт, действительно надо включать прям вот Ну, принудительно, на полную скорость Чтобы дворники начали гонять В остальном же там по искажению еще почему-то проблем нету Даже вот на днях буквально ехал с Москвы Отлетел камень Соответственно, я думал то, что ну все Утром проснусь, но когда светло будет Приду к машине, будет огромная дырка там какая-нибудь Что-то, ну, в общем, пойдет ведь опять усы Ничего, машину помыл Вот сейчас схожу, смотрю, даже не вижу, куда он отлетел То есть точки этой нету Но звук был просто такой То, что я думал сейчас стекло все разлетится В остальном со стеклом все гуд Обратите внимание, вот видите, визиточка торчит за дисплеем Все лето проездил без нее Проблем не было никаких Ну, как вы знаете, есть такой трекск Шум посторонний вот именно от дисплея То есть если у вас есть, как правило, пальцем прижимаешь его Он пропадает Ситуация решается двумя способами Первый, либо вот такая визитка какая-то вставляется за спину вот этому дисплею Либо там зубочистка, спичка, неважно Грамотный подход, грамотный подход Это надо разбирать саблю и проклеивать там вот некоторые клипсы Все, будет стать нормально, никаких шорохов посторонних не будет В моем же случае не было времени этим заниматься Как-то ехал, смотрю, опять появился звук Соответственно, визитка устал ради эксперимента Вот неделя прошла, все нормально То есть никаких шумов посторонних нет Пойдемте в машину В машине, смотрите Здесь одно нарекание только по рулю сейчас Вот камера без фокуса, но я вам одно хочу сказать То, что вот в этих местах, где швы идут, да, со стыковки То есть руль начинает так уже потихонечку слегка облазить То есть такая, видно, первые косяки пошли, что Хоть он и черный, но вот качество материала вот такое То есть 51 тысяча Началось это примерно на 48, может я это начал замечать Соответственно, пошли такие косяки именно вот с рулем Коробка, все остальное в нормальном состоянии Ничего не изношено, не потерто То есть вот к остальному претензий нет Что обратил внимание какое еще? Когда бывает, едешь на машине Вот смотрите, видите, он загружается дисплей сейчас Да, когда я только завел При движении, при движении он может просто взять, сам перезагрузиться Такие ситуации у меня бывали, но они были очень редкими Соответственно, я бывает еду, раз, он просто перезагружается И все, один раз камера, навигация просто зависла полностью То, что я остановился, выключил машину, завел, опять стоит навигация То есть, ну, неактивно было 10 минут прошло, все нормально Соответственно, к этому претензий у меня нет Но факт есть факт, глючит Ну и также, единственное, что могу еще отметить Это работа кондиционера Действительно, многие писали, часто слышал такую проблему Что просто не очень такой приятный звук у него Он бывает работает тихо, спокойно Бывает такой, знаете, какой-то рокот небольшой Как будто там, как дрова, кто-то проводил аналогию Дрова в печи, когда горят, так вот, легкое потрескивание происходит Да, бывает некий такой звук, не очень приятный Но в целом, как бы, ну, работа кондиционера, так он устроен То есть, он холодит, печка работает идеально То есть, я даже за лето в редких случаях включал просто на самый минимум температуру А печку я выше 25, вот честно говоря, ни разу не стал Хотя зимы были холодные, прошлая зима там и минус 30 было, ну, ничего Нормально, 25, машина прогревается, комфортно Значит, из общих наблюдений за двигателем Частый вопрос до сих пор остается Какую машину брать, 2 литра или 2,5? Парни, конечно, берите 2,5 Если есть баблон у нее, вы об этом не пожалеете никогда В моем же случае, вот простой пример Днем езжу по городу, когда поток интенсивный В основном мне его вот, головой хватает Я еду по городу, все, без проблем Но вот вечером, например, вчера вот суббота была, да? Стоишь, день ты светофори, пациент, чепырка, просто четырка, чепырка Она уходит от меня Либо я с ней вот-вот иду там нос в нос Но потом она все равно вырывается вперед То есть мне движка, конечно, не хватает Даже старые какие-то мерседесы Пусть они там помощнее, но они старые То есть, как вы знаете, со временем все равно мощность автомобиля падает То есть десятилетний Мы едем там 40 раз Я вижу, он мне дает понять, давай там прокатимся Прямая дорога там, давай Газ жму, мы идем-идем И все равно он потихонечку уходит вперед Вот потихонечку, но он уходит Знаю одно, то что если был бы 2,5 мотор Я бы его бы дергал бы вообще совсем по-другому Расход у машины сейчас примерно 7,8, 8,5 Тех же самых диапазонах все так же осталось в городском цикле За городом, по трассе я езжу примерно 130 там и выше То есть, ну ниже в основном не езжу по трассе То есть 130 разрешено, 130 еду 6,5, 6,8 такой расход Включенной печкой, с включенным кондиционером со всеми делами То есть все работает Знаю, что вышла новая комплектация экзекьютив Как только она у кого-то появится Либо будет в салоне стоять тест-драйвовская Доедем, не вопрос Возьмем машину, посмотрим Потому что там по большому счету Больше просто новинок появилось Там напичканности, подогрева руля Сейчас у машины, у всех в принципе идут уже Ну не у всех, там в определенных комплектациях То есть это не одна комплектация, здесь подогрев Кожа там красивая, интересная В общем посмотрим, что изменилось и что будет дальше Есть вопрос, на самом деле частый Я даже не ожидал, что он будет частый Касаемо насадок Как вы знаете, я поставил насадки То есть они у меня не трясутся Нигде ничего не трет То есть нормально Прорежая неровности Они не ходят Насадки поставили очень хорошо Но многие спрашивают Слушай, ну а что ты вот снимал Например, это видит Даже не показал, какой звук появился Звук пацана остался тот же самый Сейчас мы, конечно, его запишем Просто чтобы вы посмотрели Но по большому счету Звук, он какой был Такой он остался Это просто насадки Ни на что они не влияют Но раз вы просили Сейчас мы это сделаем Соответственно, подводя итог этой серии Скажем так Машиной пока что доволен Пока что проблем Хлопота она мне не доставляет Единственный вариант Который я бы рассматривал Если ее поменять На какой-то другой автомобиль Это, конечно, был бы, наверное, Lexus ES То есть машина нравится и внешне Машина нравится по комфорт Но вот до нее мы доберемся Сегодня у нас воскресенье 25 сентября Соответственно, скорее всего Вот на этой неделе Которая начинается Будет Lexus ES Вот там посмотрим И там я уже точно смогу Сделать вывод за него Сказать Хотел бы я эту машину себе Или нет В основном из всех конкурентов Честно говорю Вот продам Mazda Куплю Mazda Шестерку Все Машина нравится Все мне вот Просто в ней устраивает Пацаны Почитал в интернете лайки На самом деле Тема-то полезна на YouTube Поэтому просто Кому не лень Поставьте лайк Подписывайтесь на канал Всем до новых встреч Пока-пока